Коллеги, проводим встречу, на которой хотелось бы обсудить вопросы благоустройства общественных пространств наших, набережных космонавтов, ну старая, как мы называем, единая карточка, и новая набережная, где ведутся и делись работы будущего городского пляжа, на свете вот эти продолжатся. Мы принципиально оставляем то, как оно существовало и будет так же существовать, все планировочное решение. Единственным глобальным изменением, которое у нас появляется, это четвертый уровень, скажем так, сама улица набережных космонавтов, она становится у нас пешеходной улицей. И если начинаем с первого фрагмента, мы видим, что у нас появляются дополнительные детские площадки, небольшие спортивные зоны, также появляются места для размещения небольших НТО, для того, чтобы набережная была живая, и на ней постоянно происходило какое-то движение людей, и они там спокойно могли перемещаться. Также нужно сказать, что, как и в старой набережной, и в новой набережной дальше, мы учли пожелания, скажем так, группы маломобильных людей, да, то есть учли то, что были удобные спуски, электроподъемники, также везде продумано, чтобы людям было комфортно там перемещаться. Получается, главный спуск, который у нас происходит с улицы Октябрьской, нужно сказать о том, что все лестницы, тот образ набережной, который у нас был всегда, мы пытаемся его сохранить, в рамках ремонта будет, конечно же, замена облицовочных материалов, потому что нынешние уже пришли в негодность, и восстановление, к сожалению, они уже не подлежат. Это, получается, у нас спуск с Некрасова, где у нас, как раз мы видим, получается спускосной фонтан и смотровую площадку, с которой будет обзор на Волку. Сохранятся ли подъезды для тех жителей, которые там проживают? Отвечая на вопрос по поводу подъезда к домам, хочется отметить, что мы детально проработали каждый адрес. С улицы Лермонтова будет подъезд к жилым домам, также с улицы Некрасова и по параллельным улицам. Подъезд будет обеспечен ко всем полным домам. Перед тем, как приступить к проектированию, было сделано исследование, опросы горожан разных возрастов. Хотелось бы понять, что они видят в старой набережной и что хотелось бы увидеть. На самом деле, Даниил, если на память помнит, может привести, но надо сказать, что что-то новое из этого объекта, на самом деле, горожане никуда не влево, ни вправо не отклоняются. Проходная, тихая, культурная, красивая. Кто пешком гуляет с ребятишками, пожилые, где-то немножко такие вот детские элементы. Да, очень с опаской к активным спортивным вещам, на самом деле, вот в этих частях, в этих ярусах. И сделали полную инвентаризацию зеленого фонда, то есть у нас отработало управление. Мы понимаем, что там самосевы, деревья, которые уже необходимы, посадочные материалы, полностью автополив, газоны составляющие, потому что у нас так там клочками где-то непонятно. «Караонки, которые работают, не можно учить до 3-4 часов, это караонки и дискотеки. То есть, а вы еще добавите, получается, на вот этой вот зоне, потому что кто-то еще в том, как будет решаться вопрос, общаясь со звуками и в ночное, и в дневное время. И второе, по поводу парковок. То есть, проезд, я поняла, там вам будет организован. А для гостей, для приезжающих, они где свои машины, предполагается, оставляют в наших дворах? «Подъезд планировал, что у них будет возможность уезжать по улице Лермонтова или по каким-то дублерам, соответственно, там будет парковка. Потому что, естественно, если мы сделаем парковки здесь, и здесь, пешеходная улица, все пропадет. По поводу тихой улицы, ну, смотрите, насчет караоке, который вот тут, правильно, я понимаю, который в сторону Плостия Гагарина, это находится не на муниципальной территории. Наверное, там, это отдельная история. Закон о тишине, да, который работает после. Который не работает. Это два года, я пристаю, все две. Справедливые совершенно вопросы, правильные люди, которые проживают. Это, наверное, такой извечный вопрос, вот этот баланс интересов. С одной стороны, вот функционала таких зон, и с другой стороны, люди, которые проживают, вот конкретно вот в домах первой линии. И мы заставим закон этот работать. Я вам с своей стороны заявляю официально, вот в присутствии такого публичного мероприятия, закон о тишине должен работать. Проект, конечно, прекрасный, но вопрос номер один. То есть вы сказали, что текущим назначением набережной не предусмотрено место для выголособак. Фактически, исторически сложившаяся вот трактовка использования набережная говорит о том, что на одном из ярусов такое место для выгола есть. И говорит о том, что мы эту проблему просто закрываем и не видим, но собаки от этого никуда не денутся, и их хозяева тоже. Мы должны говорить, что это территория общего пользования. В первую очередь, там достаточно большое количество детей и людей, которые именно прогуливаются там. Предсмотреть дорожки или площадки для собак на исторической набережной, на мой взгляд, как бы не предполагается возможным, потому что территория именно предназначалась всегда как историческим памятником, который проводили туристов гулять. Если мы на одной из площадок разместим какую-то собаку, ну, площадку для собак, то, скорее всего, она как бы уже будет терять свой вид. Сейчас мы поговорим с вами про, можно сказать, новую набережную, точнее ее уже, можно сказать, второй фрагмент. Этот фрагмент у нас проходит от улицы Вольская до улицы 2-й Садовой. Идея новой набережной и пляжа была больше в том, чтобы создать какие-то современные спортивные объекты, современные детские площадки, так, чтобы это была более как игровая и активная зона для людей, которые будут туда приходить, приходить будут на пляж и, соответственно, будут идти от старой набережной к более новой. Если мы проходим по пешеходной дорожке, первое, к чему мы приходим, это спортивные площадки, да, это и площадки для баскетбола, стрейтбола, площадки для воркаута, настольного тенниса, которыми люди смогут, соответственно, пользоваться. Если мы идем по нижнему уровню, мы попадаем на смотровую площадку, с которой открывается обзор уже совершенно в другую сторону Волги. Вот. Также сверху у нас есть тут небольшая тихая зона, в которой можно будет посидеть. Далее, продвигаясь по территории пешеходной зоны, мы попадаем на... у нас там будет открытый кинотеатр, точнее, такой летний амфитеатр, которым смогут пользоваться. Возможно, там будут проводиться какие-то кинопоказы летом, что вполне будет актуально. Далее, после детских площадок у нас есть небольшая зона с фонтаном и такой, скажем, ямой, в которой люди смогут посидеть, отдохнуть. Там будет достаточно прохладно и в жару. И у нас появляется небольшой организационный центр, в котором будут находиться и комнаты спасателей, и медкабинет, и, в принципе, администрация пляжа, как бы в целом, которая будет за ним наблюдать. Предполагается ли расширение подъездных, если так можно назвать, путей? Ну, вы знаете, что не второй момент. Мы знаем, что там располагается несколько производственных помещений, в том числе мельница, да, хлебзавод, которые на сегодняшний день имеют очень жалкий эстетический вид. Возможно ли преобразить данное помещение, то есть как-то хотя бы внешне, чтобы они не создавали какой-то диссонанс уже в предложенном любом какими-то формами и интересными решениями? Есть идея с подходом с улицы Шелковичной. В принципе, подход там вполне реальный, то есть он существует, путь, просто там, ну, как бы тут есть забор. Но я думаю, что этот вопрос решаемый, и со временем он, скорее всего, решится. Если говорить об эстетическом виде промышленных зданий, которые находятся, соответственно, за забором нашего участка, конечно же, там находится в частных руках, скажем так, в частных владениях рецепт-лиц. Муниципалитет на данный момент, конечно, не имеет права там влиять на какую-то эстетическую часть, но именно сам забор, который будет идти вдоль набережной, скажем так, этот момент мы продумывали и планировали как такую большую перголу, которая будет засаживаться вьющимися растениями. То есть, по крайней мере, если это даже будет временное решение, мы как бы постараемся отгородиться от промышленных территорий. Хотелось бы иметь свою особенность для этой зоны, с тем, чтобы это была не абстрактная такая территория, а территория саратовская. Я не буду подвергать сомнению функциональное зонирование, которое сделано, но может быть хотя бы на уровне малых форм или своеобразного такого дизайн-кода протащить их, который будут отличать и делать его как раз индивидуальным. Мне казалось бы, что без изменения общей структуры это будет сделать несложно. Конечно, какая-то идентичность в любом случае появится, может быть, да, как вы говорили, в дизайн-коде, в тех же там каких-то вывесках на объектах летнего кинотеатра и организационного центра, например, да, также, скорее всего, со временем просто место будет, ну, как бы идентичность, например, может быть в том, что у нас же есть аллея, как бы, которую мы планировали под саратовских современных художников, идентичность может выразиться в этом, потому что там появятся какие-то объекты, которые уже будут наполнять ее. Соответственно, от этого у нее появится своя история.